Всем доброго времени суток, с вами Лесна Росна, вернулись в секрет небес, у нас последняя серия, понимаете, из этого обновления, а потом ждать, ждать до финала, я надеюсь, что выпустят все финальные серии в следующем обновлении, я не знаю, сколько их всего должно быть, я надеюсь, 10, поэтому должны выпустить 8, 9, 10, может и 11, я не знаю, я не слежу, опять же, по немного части пазла складываются, но картина вырисовывается не очень, а у нас всегда картина не очень, знаете, всегда не очень, всегда что-то не очень, или что-то не так, вот, как вы помните, мальбом-то мы сказали, кукусики-бабасики, до свидания, и он сказал, что теперь мы враги, я сказала, хорошо, так тому и быть, блин, бедный Йорик, замечательно, дверь пахла старой древесиной, узоры на ней, на первый взгляд, хаотичные, постепенно начали обретать рисунок, я тряхнула головой, вздохнула, мы ждем слишком долго, да, это для того, чтобы мы извелись в ожидании, лучше продумали то, о чем хотим с ними поговорить, ты не ожидала, что они будут использовать этот трюк на тебе, мама медленно повернулась ко мне, что, ну, правда, обиделась, что ли, ритмичный скрип открывающихся дверей заставил нас обернуться, пойдем, мама вошла первая, мне интересно, они станут нас слушать, или как обычно начнется вот эта нудятина в стиле, ой, мы вообще ничего делать не будем, альбом-то мы не боимся, и вообще, мы просто хотим умереть, по правде говоря, уже отвык видеть тебя здесь, Ребекка, а ты че, как сволочь, ты себя ведешь, мы только пришли, это ненадолго, твоя самоуверенность всегда меня восхищала, мы пришли с важным сообщением, например, о том, что твоя дочь провела несколько дней в плену о мальбом-то, откуда вам это известно? Мы же договорились, Ребекка, ты должна была докладывать о каждом шаге дочери Отлично, они договорились Мама даже не посмотрела на меня, ну, кто бы сомневался Она впилась твердым взглядом в главного советника Почему ты умолчала? Потому что есть дела поважнее доноса Правильно Просвети же нас Благодаря дочери и другим сбежавшим мы убедились, что Субантры подчиняются мальбонту Мы пытались завладеть Рогом, но он узнал о наших намерениях Где Рог? У него Бессмертные переглянулись быстро, но многозначительно Субантры ему не помогут Я не знаю, тут просто, знаешь, не цитадель, а Фома неверующая в каждом из них вот живет Я же говорю вам, нет? Кстати говоря, он наконец-то не белый, этот флаг Вики, как тебе удалось сбежать от мальбонта? Он не сильно меня удерживал Такое ли он чудовище, как о нем говорят? Он зол и опасен Не то, чтобы он прям чудовище Сложно назвать его чудовищем Но он зол и очень опасен Но на чудовище не тянет Главный советник улыбнулся, но улыбка больше походила на оскал Его лицо мгновенно обрело грубость Какой не увидишь в спокойном выражении Какая разница, чудовище он или нет? Он собирается напасть на нас, и мы должны дать ему отпор Чего он добивается, Ребекка? Вы спрашиваете у меня, у простого директора школы? Я спрашиваю у Верховного Серафима Временно отстраненного от должности А, то есть, когда им нужно что-то узнать Как бы она уже не директор школы А отстраненная от должности Серафим Понимаешь, когда надо Когда не надо, ты здесь никто, иди отсюда Обожаю этих советников Почему они все надменные в этих советах высших? В любом фильме совет вампиров В какой-нибудь все надменной до смерти Совет еще кого-то все надменные Вот, вы замечали? В сериалах, в фильмах Если есть какая-то правящая власть Среди кого-то там Каких-то волшебных существ Всегда сплошные ублюдки Я не знаю, почему так происходит Видимо, любят они так Если, конечно, ты не хочешь уйти досрочно И навсегда Мое место по праву здесь Я доказала это еще очень давно У нас разные понятия времени И я правлю столько Что твое присутствие всего лишь миг Мама задрала голову И тем не менее Так докажи нам, как всегда доказывала Что ты заслуживаешь быть на этом месте Нет, не нужно мной играть Мама развернулась Быстрым шагом Направилась к двери Я последовала за ней Но она вдруг замерла Она себя ведет очень гордо, надо признать Закрыла глаза Вдумывая что-то Ее губы дрожали И двигались Под гнетом переживаемых чувств Мама вздохнула Развернулась И вернулась на прежнее место Есть вещи важнее моей гордости И важнее вашей Мальбонта хочет убить Шеффа Ему нужна цитадель Иначе зачем ему так важна Субантра? Он хочет выкрасть ключи от врат Шеффа? Именно Это безумная затея Даже мы не можем прикоснуться к ним Лишь Шеффа способен взять их в руки Даже если я ошибаюсь Ему нужны не ключи цитадели Вот куда он будет целиться Именно поэтому мы сосредоточили армию здесь Ты слишком уверен в себе Вот я предупредила Но я предупредила тебя Ты высокомерный засранец Видит Шеффа я предупредила Мы с мамой направились к выходу Но голос советника вынудил нас остановиться Ребекка Он спустился с помоста и подошел к нам Я проведу вас Он чуть поклонился элегантным выверенным жестом Указал на дверь пропуская нас вперед Главный советник провел нас до самой двери И даже вышел наружу Но остановился неподалеку Приглашая к разговору Он посмотрел вдаль Туда, где виднелся город Я благодарен тебе, Ребекка, за старание Мама покачала головой Подошла к нему ближе Не скрывая заинтересованности в разговоре Почему ты так спокоен? Почему так равнодушен? Кто угодно, но не ты, Эрагон Эра кто? А что сделала ты? Я начала узнавать о Мальбонте И что узнала? Мама оставила вопрос без ответа Ты должен был быть заинтересован в его поимке Больше кого бы то ни было Он не виноват Ты на его стороне? Эрагон, Эрагон, Эрагон Подожди, секунду, секунду Сейчас знаешь вот эти Как математические формулы, флэшбеки Это что-то очень... Это его отец? Я не помню! Ну не помню я! Ну память дырявая! Ну как ведро у бабушки на даче Железная, которая стоит, гниет возле навоза Откуда я знаю? Не помню! Нет, но мои старые счеты Не должны затуманивать мой разум Я действую так, как действовал Будь на его месте любой другой И встретившись с ним лицом к лицу Ты будешь спокоен? Я слишком стар для страсти и мщению Мое лицо такое же молодое, как и тогда Но мой разум покрылся коркой Бесконечности времени и событий Я помню сестру так же четко Сестра... Сестра... Все... Окей А то я уже испугалась, думаю Я что-то... Я обычно лица хорошо запоминаю Я помню сестру так же четко И боль от ее потери никуда не ушла Но тогдашнюю ярость я уже не испытываю Это сложно, но я признал Что наказывать за мою потерю больше некого Родители Мальбонты давно мертвы Маму, казалось, обидели слова советника Она улыбнулась впервые за день Ты, как всегда, мудр и благоразумен Однако Мальбонты ждет смерть Вот к чему привело слияние антагонистов Это плевок в равновесии Потомки такого союза должны быть истреблены Но тем, кто будет на нужной стороне Бояться нечего Ты учил меня смотреть на проблемы Как на математические задачи Все верно Преимущество у тех, кто нападает И ты без борьбы отдаешь ему это преимущество Нам бояться нечего А вам в цитадели Только бояться и остается Эрагон свел руки и приложил Пальцы к губам, скрывая улыбку Или Эрагон это... Я забыла, кто такой Эрагон Блин, вот вы мне напишите в комментах Вы-то у меня более запоминающие Не могу вспомнить Вот не могу вспомнить и все Кто такой Эрагон? Хоть убей Я помню, что он как-то участвовал в этой истории Но как, я не помню Эрагон свел руки и приложил Пальцы к губам, скрывая улыбку Я скучал по тебе Мама сдержанно кивнула Рада этому Эрагон важно поклонился нам Уверен, школа в надежных руках Он развернулся, чтобы уйти Но будто вспомнив что-то остановился Совсем забыл Йор подал прошение на то, чтобы вступить в совет Что? Так это была не твоя идея Он же твой ученик Мама поджала губы Порывисто отвернулась от Эрагона Она сдерживала ярость И нечто похожее на страх Но эти эмоции быстро скрылись За маской контроля Мама снова повернулась к Эрагону Ее улыбка едва ли не со скрипом Неровными Неровными скачками Поползла вверх Мы говорили с ним об этом Не ожидала, что так скоро И без предупреждения Он уже проходил испытания? Нет, но это вопрос времени Что ж, рада за него До встречи, Ребекка И юная, непризнанная До свидания А значит, он нормальный А я думала, он такой же, как они Все блаженные Ну ладно Когда Эрагон скрылся за воротами Я обратилась к маме Кто этот Эрагон? И о чем вы говорили? Мама была задумчива Раздался ее голос Но казалось, тело говорило за нее А разум блуждал слишком далеко Чтобы осознать сказанное К чему тебе эта информация? Ну в смысле, как-то? Мама вздохнула Эрагон самый древний ангел Которого я знаю Он был рожден в роду Высокопоставленных ангелов Но очень быстро обошел По славе своих родителей Эрагон был настолько силен Амбициозен и добр Что сам Шепфон Означил его на пост престола А ведь он едва закончил школу О его могуществе О его влиянии на мир ангелов Знали все Но кое-что произошло Его сестру убили родители Мальбонты А-а-а-а Все-все-все-все-все Теперь все понятно Жестоко, цинично Да, они же пытались скрыть ребенка Я помню, помню, да Растерзали малютку Просто потому, что она не поладила с их сыном Да, это было жутковато На самом деле Родители, вообще-то, Мальбонты Просто отвратительно поступили Откуда ты об этом знаешь? Ходили слухи Сам Эрагон не любил об этом говорить Но его очень изменила смерть сестры Его хватка стала жестче Решение бескомпромисснее Как ты с ним познакомилась? Я много времени проводила с Фенцио Он помогал мне раскрыть свою силу Советовал книги, тренировал меня А еще водил на званые вечера Угу Я не очень любила такие встречи на земле Зачем мне ходить на них здесь? Чтобы обрести знакомство, конечно Нужные бессмертные проведут тебя По самой короткой тропе У тебя большое будущее, Ребекка Не хочу, чтобы ты теряла время Любовничек Мама смотрела в Дарни Терпеливо постукивая пальцем по ноге Словно ей хотелось уйти отсюда прямо сейчас Фенцио познакомил меня с Кроули СКроуле Директором школы Если бы ты знала, какая это была честь Званых вечеров было много Но кроме нескольких продуктивных встреч с Кроули Вашных знакомств я не обрела Пока однажды Фенцио не познакомил меня С Торрендо Кто такой Торрендо? Советник, ты его уже видела Угу Торрендо сидел за столом С незнакомыми мне ангелами и демонами Они шутили и смеялись И чувствовалось в каждом их жести В каждом взгляде власти Осознание этой власти Я наблюдала за ними И вдруг заметила, что Торрендо наблюдает за мной А, это понятно Он поднялся из-за стола и подошел к нам Пристал Фенцио, рад вас видеть Фенцио тут же вскочил, поклонился Советник Слышал, вы имеете наглость знакомить Вышестоящих бессмертных с непризнанной Фенцио растерялся, но отбросил сомнения Уверенно, даже нагло посмотрел советнику в глаза Да, знакомлю, не вижу в этом ничего предосудительного Я тоже, тем более, когда непризнанная такая очаровательная Серьезно? Может, присоединитесь к нашей компании? А что тут все... Не знаю, наша мать просто очаровательница 9000 Вот куда она не придет, все очарованные ей Я вот это вот сегодня очень понимаю Так странно выглядит Не хотелось бы вас стеснять О, не беспокойтесь, что скажете? Он повернулся ко мне С удовольствием А-а-а Ты нравилась Торенда? Я не могла разгадать его мотивы Торенда никогда не высказывал ко мне мужского интереса Но вместе с тем он словно бы продолжил работу Фенцио Он договорился с Ирагоном о встрече со мной Ах, вот как мама поднялась так высоко Мама, мама, ай-яй Одного мужика за другим использовала Но не в таких целях, естественно, как вы понимаете Не через постир, конечно, она уж попала Но просто она очаровывала всех вокруг Чего-то у нас так не получается Мы же ее дочь Почему у нас так не получается? Ирагон поднялся с трона Немного помедлил Бесстыдно разглядывая меня с всезнающей улыбкой Стал спускаться ко мне Я хотел понять, что заставило Торенда познакомить тебя со мной Что заставляет этого престола носиться с такой, как ты Я задрала голову, не отнимая от него глаз Не важно, по какой причине он это делает Но важно, по какой причине запомните меня вы Он удивленно вскинул брови Явно не за твою мордашку Надеюсь на это Он скинул плачь, распрямил крылья и поклонился мне Хорошо, покажи свой потенциал Всего одна встреча, одна короткая попытка А ты, блин, окей, мама Ты победила его в схватке? Нет, конечно Серьезно, Вики, она победила бы его? Нет, это бесполезно Я думаю Я лежала Приникнув Разодранной щекой к полу И тяжело, болезненно дышала В общем, неплохо, но ничего особенного Было приятно познакомиться непризнанное Он наклонился, чтобы поднять брошенный плащ Мы еще не закончили Ты едва на ногах стоишь, дитя С тебя довольна Я выставила руки вперед, предупреждая о нападении Ничего себе, наша мама боевая какая-то штучка Битва была быстрой, но еще более ожесточенной Я снова оказалась побежденной На этот раз мы, надеюсь, закончили? Я выплюнула за рта сгустки крови Поднялась на трясущихся, едва удерживающих меня ногах И еще Он ее, видимо, как котлету там отделал Мы бились до тех пор, пока Эрагон едва не убил меня Зачем тебе это было? Мама усмехнулась, вспоминая Ну как зачем показать, что она Она Сильнее, чем кажется Я хотела доказать ему Хотела доказать И сделала это Он запомнил меня и после окончания школы Пригласил в цитадель Я начинала с низов, но у меня были все шансы подняться И я не упустила ни одного Мама помолчала, потом протянула Думаю, нам нужно заглянуть кое-кому в гости Как у мамы много знакомых Она прям просто Шух-шух-шух-шух-шух Понимаешь со всеми Тут Вась-Вась, тут Вась-Вась Обкашляла со всеми Вопросики вокруг И все, молодец Мама шла впереди Быстро осматривая местность и выискивая что-то Куда мы идем? Здесь должен... Здесь должно быть Она ерукнула в лавку Тут же скрываясь На зависящем из потолка Побрякушками Что должно быть здесь? Витрина была забита Колбами, чаями и книгами Здесь было сосредоточие Всего и сразу Предметы валялись в перемешку Как на барахолке Мама говорила с продавщицей Но умолкла, завидев меня Ты пойдешь в этом виде? А что с ним не так? А куда мы идем? Посмотри, что там есть Посмотри, там есть одежда Выбери себе что-нибудь Я помедлила, но мама не собиралась Продолжать разговор с продавщицей Пока я не буду переодеваться До последнего дня Отнимая от нее взгляда Я все же послушалась Одежда висела по всей стене Я оглядела ее Всматриваясь в грубой Холщовой Домотканной ткани Выбор невелик Ээээ Куда это мы? Не совсем понимаю Куда мы идем Но допустим Ну принарядимся Я переоделась за ширмой И вернулась к матери Хорошо, хоть не на картоночке Дорогая, как на рынке Она оглядела меня Без оценки Как-то механически Отлично, теперь можем идти Мам Не пойду, пока не скажешь Куда мы идем В конце концов Ты хочешь обсудить это здесь В лавке? Последнее слово Мама сказала Совсем тихо Почти заговорчески Я не могла добиться От тебя ответа Всю дорогу сюда Мама выпрямилась Нервно скривила губы Мы идем к Йору Довольна? Невыносимая Ой, прям как ты Вообще-то Вся в тебя, дорогая Мы вышли из лавки Ясно Домик, к которому Мы в итоге пришли Стоял на отшибе К этому времени Уже стемнело Из города Доносился гул Но здесь Тишина Словно бы Поглощала Лишние звуки Это место Казалось заброшенным Заколоченные окна Заросший огород Побитая дорожка Ведущая к крыльцу Однако стиль дома Намекал, что здесь живет Не последний бессмертный И причина запустения Кроется не в бедности А в чем-то другом Мама постучала в дверь Никто не открывал Но скрип внутри Не мог остаться незамеченным Тогда мама постучала Еще раз Уже настойчивей Не думая, что нам откроют Дверь отворилась Мама не стала Оборачиваться ко мне Подчеркивая мою неправоту Она тут же взялась За косяк Невзначай Отсекая возможность Захлопнуть перед ней дверь Анжела, здравствуй О, Серафим Ребек А какая честь Женщина вся скрючилась Сгорбилась при виде мамы Ее лицо перекосило Гримаса Под обострастие Вместе с неудобством От неожиданного визита Нью-Йор дома? Да Ох, вы не одни Это моя дочь Вики О, я слышала о ней Уже темно Ах, конечно Проходите Что же это я? Мы просто вломились В дом Мама Мама, как всегда Она что-то делает Только потом объяснит Зачем, почему, нафига Женщина провела нас В зал к накрытому столу Три тарелки Две чистые Одна поменьше С остатком еды Ее же сейчас подойдет Я не сажусь есть без него Она унесла грязную тарелку И принесла две другие Прошу, присаживайтесь Мы сели за стол Тут и там стояли Оплавленные Свечи Из-за заколоченных окон Сюда, по-видимому Не проникал даже дневной свет Анжела села Анжела Анжела Анжела, наверное Села напротив нас Угощайтесь Никогда не откажусь От картошки с мясом Йор в последнее время Очень нервный Переживает по поводу испытаний Интересно, почему же? О, не знаю Но он говорит, что ему Нечего скрывать Повисла неловкая пауза Так Сказать про заколоченные Спросить про окна Вот, мне интересно А почему вы замуровались Здесь, как в склепе? Анжела встрепенулась Анжела Задела бокал И он со звоном Упал в тарелку Если вас так это интересует То мне спокойнее Если я не вижу Этот городской ужас Вопрос казался неуместным Почему неуместным? Я откуда знаю Уместный, неуместный Я много слышала о вашей дочери Серафим Ребекка Знаешь, тоже Мама выглядела Совсем не заинтересованной В беседе И даже не скрывала этого Но Анжела Не замечала Или не понимала Маминого настроения Вики участвовала В чемпионате по крылоборству Первая непризнанная Она Участвовала В традициях Очищающего дождя Это значит Ваша дочь Одна из лучших Она убила Змей-искусителя Как и я В свое время Да, в ней сразу Угадывается Ваш потенциал Анжела наклонилась К столу Словно то, что она Собирается сказать Сокровенная тайна Я слышала Вики убила Самого сатану Мы с мамой Молчали Не опровергая Но и не подтверждая Ее слово Я слышала Многое о вашей дочери Вы с ней Самые известные И непризнанные Я уже давно Ей не являюсь Анжела Анжела Испуганно Выпрямилась И поспешила Добавить Она подумала Что она Ее сейчас Оскорбила О, да Естественно Просто знаете Как говорят Бывших Непризнанных Не бывает Вот ты ее Сейчас Сбесишь Она тебе Что-нибудь Как скажет Я, конечно же Так не считаю Меня не волнует Как вы считаете Ну вот сейчас У нее поведение Мама Здесь уместно Она какой-то Мелечушь Лишь бы не сидеть В тишине Потому что Неловко Знаешь Что-то Йора Долго нет Он, наверное В своем кабинете Или играет С Ошем Ошем? С нашим сыном Вы же знаете его Мама Нетерпеливо Кивнула Да, точно Думаю Лучше вам Позвать Йора Ой, конечно Сейчас Серафим Ребекка Что-то пойдет не так Анжела встала Из-за стола И скрылась на лестнице Как только мы остались одни Мама достала Из рукава пузырек Что это такое? Мама что-то задумала Это что? Мама ничего не ответила Взяла со стола кувшин С глифтом И налила В пустой бокал Затем открыла бутылочку И добавила к напитку Ее содержимое Подняла стакан за ножку Покрутила в руках Чтобы все смешалось И положила на место Что ты делаешь? Держи рот на замке В зал вошел Йор Ой, мама что-то задумала Что-то подбешала Ему Может какую-нибудь Сыворотку правды Или что-нибудь такое Но ты что-то Она явно задумала Заметив маму Он остановился Озадаченный Серафим Ребекка? Мама Ехидно улыбнулась И указала на стол Не стой-ка вкопанный Присоединяйся к нам Твоя жена Очень вкусно готовит Йор растерянно Села на указанное место Будто это было В гостях у моей мамы Будто он был В гостях у моей мамы А не наоборот Чем обязаны? Я не могу просто так Зайти к своему подопечному Но я уже не ваш подопечный Разве? Йор напрягся Он ответил Очень неуверенно Вы теперь глава школы А я остался в цитадели Сейчас такое время Власть повсюду меняется В школе, в цитадели, в аду В аду? Совет избрал нового сатану? Временно Но мне думается Его правление затянется А кто он? Ангер Йор Ангер Йор Йор Ангер Йор Скривился Не думаю, что мне стоит Обсуждать это с вами В смысле? Скоро И так все узнают К чему излишняя таинственность Йор оглядел в стол Будто бы искал там силы Справиться с нашим визитом Он выдохнул и ответил Было всего два кандидата Демон Мамон И демон Азазель Но Мамон в школе Ему сейчас не доверяют Пока престол занял Азазель Азазель Он же совсем стар Несмотря на старость Его ум еще тверд и ясен Он просто удобен цитадели Неудобных никто не любит Да что ты Мама скривила губы Но быстро Спрятала неприязнь За улыбкой Ты совсем ничего не ешь Она подняла свой бокал Может вы въем за встречу Давно мы не виделись Ты так поспешно оставил меня Стоило мне задержаться в школе Цитадели я нужнее Вы же знаете Выпей со мной Мама что-то подбешала Ну я не буду лезть Это же ее дела Меня вообще не касается Йор поднял бокал Мама приподняла свой Чтобы как бы чокаясь с ангелом За успех в цитадере Йор за мешкость Опустил бокал Но мама внимательно следила За его действиями И без него не пила В итоге Йор неходя И с опаской повторил За успех в цитадере Йор выпил Блях А чего она ему подмешала Я уже не знаю Мама тоже опустошила стакан Я напряженно следила За выражением лица Йора Но ничего не изменилось А чего я собственно ждала Мама встала из-за стола Что ж Спасибо за гостеприимство Вы уходите так скоро Боюсь нам пора Йор проводишь нас Разумеется Скользкий тип этот Йор Мне кажется Йор выглядел настороженным Готовым к любому выпаду мамы Он провел нас до крыльца Так Вы пришли в мой дом Я могу расценивать это как угрозу Не знаю А расцениваешь А я не боюсь вас И не отступлю Не нравится мне все это Йор глядел на маму хмуро И будто бы всем своим видом защищался Но что-то заставило его вздрогнуть И отпрянуть Он теперь казался испуганным и удивленным Что? Что? Из его рта хлынула кровь Она его убила? Мать, ты чего? Я думала, ты там какую-то сыворотку Правда ему налила Или что-то такое Он упал на колени Вы Ты Мама схватила его за волосы на макушке И потянула так, чтобы он взглянул ей в лицо У нас был уговор А ты его нарушил Ты думала, я позволю тебе это сделать? Мама? Йор беспомощно смотрел на маму Продолжая харкать кровью И вздрагивая от предсмертных конвульсий Никто, ты слышишь? Никто не смеет переходить мне дорогу Мама меня пугает А маму можно поменять? Наша какая-то очень злая Она отбросила его голову от себя И Йор повалился на землю Он сдрогнул еще раз Сильнее, чем до этого И больше не двигался Я в ужасе прижалась к стене дома Смотрела на тело Ангела и не могла ни пошевелиться Ни закричать Мама, а шепфа тебя не накажет? Ты чем думаешь? Тебя же посадят за это Потому что его жена точно знает Что это сделала ты Но закричала вдруг мама О боже, Йор! Анжела, Анжела, скорей сюда! На крыльцо выскочила жена Ангела Заметив мужа, она в голос заревела И бросилась к его ногам Йор, что с тобой? Право не знаю, что с ним Ой, это так ужасно! Я шарахнулась от мамы Как в бреду сошла с крыльца И пошла по тропе Вики? О, что же делать, бедный майор! Мама посмотрела на Анжелу Без наигранной грусти И голос ее был теперь тверд Возьми себя в руки и иди дальше Все, это все, что ты сказала женщине Которую потеряла мужа Соберись и иди дальше Это, бро, это Она жестокая Капец, она какая-то очень жестокая Мне кажется, хренеть можно Она пошла за мной Попыталась взять за плечо Но я отбросила ее руку В небе изгромыхало Будто природа отзеркалила мое настроение Вики Я поднялась в небо Не разбирая дороги, полетела куда-то Во мне бурлила злоба Страх, отвращение И всепоглощающий ужас Я ощутила себя вдруг выжатой, как лимон Впереди пролетел островок И я, обессиленная, бросилась к нему Мама остановилась рядом со мной Да что с тобой такое? Я в гневе вернулась к ней Ты правда не понимаешь? Ты убила Йора так жестоко За что? Вики Она потянулась ко мне Я отпрянула Ты чудовище! Я столько тебя прощала Но это, это выше моих сил Этому нет оправдания Разве? Ты могла спасти его Могла предупредить Почему ты не стала этого делать? Я не знала Так уж ли не знала Даже не догадывалась Своим молчанием Ты переложила всю ответственность На меня Но она была и на тебе Как только ты увидела Что я подсыпаю что-то в бокал И это твое оправдание? Нет, я не пытаюсь оправдаться Из двух зол выбирают меньше А я его выбрала Ты рассуждаешь как демон? Ангел, демон Это только формальность По крайней мере спустя столько времени Я вздохнула и оперлась о дерево И сползла на землю Волосы и одежда намокли Вода стекала в глаза Смешиваясь со слезами А может я и не плакала Мне было сложно сказать в тот момент Зачем ты это сделала, мама? Она подошла Ближе Села передо мной Тоже не замечая, что вся промокла У нас с ним был договор Йор помог мне кое в чем Он кое-что узнал Мы договорились, что он не пойдет дальше По карьерной лестнице Только если не вслед за мной Под моим крылом Но он пошел Подал прошение Не зная, что обязательным пунктом Является проникновение в сознание А-а-а В общем, он знает Он знает что-то о маме Компрометирующее, вероятно Или еще что-то В общем, они друг другу помогли А он ее хотел подставить Но все равно как жестоко, мать! Совет узнал бы наш секрет Ни один секрет не стоит жизни Ты не понимаешь Это другое Так расскажи мне Расскажи или убирайся Мама вскочила Отвернулась от меня Обдумывая Затем снова повернулась ко мне И заговорила Горько, но с ноткой строгости Когда появились слухи О возвращении Мальбонта Я единственная восприняла их всерьез Но Эрагон не хотел и думать об этом Маме приходилось кричать Чтобы ее голос был слышен Поверх дождя и ветра Я подняла все архивы Какие только могла И нашла старинную книгу Учета всех бессмертных Имена появляются в этой книге Автоматически Она пишет себя сама Я узнала Кто были родители Мальбонта И что с того Она прильнула ко мне Взяла мое лицо в свои руки И с тревогой посмотрела в глаза Ты знала, что их в наказание Отправили на землю? Да Они дожили свой век на земле Как смертные И умерли Мгновенно попав в небытие У них больше не было шанса на бессмертие Но они оставили потомков на земле Сердце сжалось в предчувствии Вики, мы их потомки Чего? Ты совсем что ли с ума зашла? О, мы потомки В смысле? Мы их потомки, да? Но я не сестра Мальбонта Получается в любом случае Там третья вода на киселе Если честно Потомки в каком поколении-то, мам? Я в слезах отпрянула от нее Нет, этого не может быть Прошло много веков После их смерти Прежде чем мы родились Но мы их потомки, Вики А, ну несколько веков Потомки Мальбонта Я не могла унять дрожь Ледяной дождь Был не в состоянии Смыть слова мамы Йор узнал нашу тайну Он обещал мне Он дал слово Если бы я не убила его Убили бы нас Эрагон не желает Мстить Мальбонта Но он решительно Настроен уничтожить Незаконных детей А-а-а Мы с тобой Слишком большая угроза Для него, понимаешь? Она встряхнула меня Чтобы я пришла в себя Чтобы услышала То, что она пытается Донести до меня На кону стоят Не только наши жизни Но и жизни многих Мы не последние фигуры В этой борьбе Жизнь Йора На чашу весов Уступает нашим жизням Я могу тебя понять Не, ну Не чудовище она Ну Не могу сказать Что она чудовище Я очень странно Отношусь к матери У нее очень интересный персонаж Я не могу играть с жизнями Как ты Да мы молоды еще Фиг его знает Что там Вики Через сто Через двести Бессмертных лет Начнет делать Так что Я, наверное, пойму, мать Мама облегченно улыбнулась Порывисто обняла Но тут же неловко отстранилась Она взяла меня за руки Полетели домой Ты вся промокла Она помогла мне подняться И мы двинулись в путь Да Уж Вот это развлечение Я приняла душ Бросилась на кровать Все еще ощущая себя грязной Закричала в подушку Но она поглотила мой крик Что случилось? Мими сонная Взъерошенная Выглянула из-под Натянутого на голову Одеяла Все нормально Спи Я постаралась Сделать голос легким Но с ноткой веселья Мими кивнула И снова накрылась одеялом Из окна струились Лучи света То есть мы Потомки Мальбонта Тогда зачем он хочет со мной отношений? Лэх Это как-то странновато А он это знает? Или не знает? Вот это вопрос интересный Полнолуние Шпили школы Казались длиннее И внушительнее В ночи Я оглядывала горизонт Гуляла глазами По облакам И крыша И мужской силуэт Заковал в цепи Мой взгляд Не позволяя Не отвернуться Не закрыть глаза Это был Мальбонта Он стоял на крыше Не боишься Ты знал об этом? Настолько дальний Что это не имеет значения Мальбонта Сел на самый край И свесил ноги Хм Так значит Ты знал? Ну конечно Я знал Ты убил меня? Я был Сосредоточением Всего темного Что было во мне А ты для меня Была какой-то Смертной Которую я Никогда не видел Вы Все были для меня Лишь образами Пешками Мне нужно было Убить как можно Больше пешек Чтобы поставить Королю шах и мат Все просто Так вот В чем кроется Причина всего В нашем родстве Да Способности Твоей матери Результат того Что в ней Течет кровь Бессмертных Но могу отдать ей Должное В ней это проявилось Меньше чем в тебе Она многого добилась Благодаря своему стержню Часть моей силы Осталась в тебе По той же причине Любой другой бы умер Но не ты И не твоя мать Угу Поэтому ты хочешь Чтобы я была На твоей стороне Я тоже села На край крыши Но чуть в отдалении От Мальбонта Я буду биться Против тебя Я не на твоей стороне Мальбонта Я сказала это Просто Честно Так же Как и говорила Он со мной Он ответил Без Обедняков Блин Ну С такой же искренностью Хорошо Твой выбор Хочу Чтобы ты знала Моя армия Готова К нападению Скоро будет Очень жарко Да Будет Да Да Мне уже Жарко Ну это Просто Конечно Это конечно Очень интересно Все Да Угу Серия В разработке Друзья Такие Пирожки Ну как вам Ну как вам Мы дальние Родственники Я бы не сказала Что Я прям Как-то максимально Сильно шокирована Конечно Это многое До объясняет Да Почему например В Люцифера Не попала Сила Мальбонта Именно потому что Он все таки Не является его родственником А мы то являемся Но наша мать Конечно Зло воплоти Ей богу Она такая Агрессивная тетенька Я не могу с нее В общем Серия была Очень интересная Я так понимаю Весь эпик нас ждет В финальных сериях Ой ребят Я не знаю Я надеюсь Нам всего хватит С вами Потому что мы потеряли Одну славу Сегодня в этой серии Но надеюсь Нам хватит Той славы Что у нас есть Хочу сказать вам Спасибо огромное За то что смотрели Это видео Пишите пожалуйста Что думаете Об этом обновлении Как вы и пережили Новость что мы родственники Просто интересно Знать в комментариях Отдельное спасибо Спонсорам канала Ну а мы с тобой Увидимся В других роликах Пока